Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в моей рубрике «Коротко о главном по здоровью» пойдет речь про аутофагию, процесс аутолиза. Что это такое? Да сколько этот процесс важен, нужен организму? Как его запустить? Что тормозит процесс аутофагии? Я расскажу про голод, фагосомы, лизосомы, про поврежденные белки, оцинки в этой связи и о многом другом. Аутофагия – это важнейший процесс. Это защита организма, это восстановление организма, это его очищение и омоложение, это механизм очищения на клеточном уровне. Также это еще и переработка вторсырья. Ну а конкретно, это процесс самопереваривания клеток. Поэтому есть такое определение автолиз или аутолиз, который еще академик Уголев открыл, и до него были тоже исследования на эту тему. Это и процесс переваривания ненужных поврежденных белков, которые организму не нужны и вредны и опасны. Тех поврежденных белков и клеток, до которых раньше у организма просто руки не доходили по многим причинам, в том числе по причинам постоянного поступания в организм пищи, особенно 5-6 раз в день кто ест, потому что тогда процесс аутофагии не запустится. Ведь тогда все силы, энергия, ресурсы организма тратятся на процесс переваривания пищи, перераспределения питательных веществ в процессе переваривания. А ведь на процесс пищеварения и переваривания тратятся очень много энергии и белков, в том числе, например, ферментов нашего организма, гормонов и других белков. А на их производство, то есть ферментов и гормонов, тоже нужны белки, энергия, жир и другие питательные вещества. Итак, при аутофагии идет процесс латания организма, лечения застойных хронических проблем. Каждый день и каждую минуту на наш организм воздействуют вредные для него факторы. В результате возникают в том числе поврежденные белки, а они безумно вредны нашему организму. В процессе биосинтеза белка в наших рибосомах, это такие органеллы в каждой клетке, где и происходит процесс сборки, то есть биосинтеза белка, так вот постепенно и постоянно происходят повреждения по причине воздействия свободных радикалов, различных окислительных процессов, стрессов и радиации, например, воздействию тяжелых металлов или эндогенных ядов, токсинов. Так вот, все это приводит к повреждению белков, которые синтезируют рибосомы. А поврежденные белки организм обязан утилизировать как раз путем фагоцитоза, то есть поглощения, пожирания нашими фагоцитами. В общем, это первая проблема. Вторая – это амилоидные бляшки. О них я говорил в последних нескольких своих видео. Так вот, в процессе аутофагии они могут рассасываться, причем самое опасное их количество и, собственно, местонахождение – это в поджелудочной железе и головном мозге. Они мешают полноценно функционировать этим органам. Эти амилоидные бляшки – тоже белки. Аутофагия их удаляет, но для этого, учтите, нужен цинк. И если есть дефицит цинка, то аутофагия в должной мере не пойдет. Помимо поврежденных белков при их естественном синтезе и амилоидных бляшек есть еще две проблемы. Это окисленные и мутированные белки. К примеру, при жарке мяса образуются так называемые гетероциклические амины и нитрозоамины. Это мощнейшие мутагены, которые всегда приводят к раку. Вопрос только времени. Просто человек может умереть от другой болезни, не дожив до рака. Но это конечная стадия неправильного аномального деления клеток под воздействием каких-то факторов просто раньше или позже. А поскольку в мясе есть много железа, недаром оно красного цвета, а это катализатор, то происходит ускорение окислительных процессов. Еще раз, при жарке в гораздо больших объемах и гораздо быстрее это происходит. Еще в процессе жарки кулинарной обработки образуются так называемые гликированные белки. Это синтез белка с сахарами. То есть это когда идет жарка того же мяса с какими-нибудь сахарами. Ну, сахара и высокомолекулярные белки несовместимы друг с другом. Но если процесс аутофагии, аутоолиза работает изрядно, хорошо, то и эти белки можно утилизировать. Аутофагия, в принципе, идет у каждого человека постоянно. Но кто ест 5-6 раз в день, даже 4-5 раз в день, кто ест, любит много сладкого, сахаров, простых вот этих сахаров, моносахаридов, глюкозы, фруктозы, этот процесс идет очень слабо, вяло. У тех, у кого есть воспалительные процессы в организме, тоже аутофагия идет совсем слабо, либо вовсе не идет. Сахара, дорогие друзья, противник этого процесса. Так что же запускает процесс аутофагии лучше всего? Конечно же, голод. Голод – это природное, естественное, периодическое состояние любого живого существа на нашей планете. Это как раз возможность дать нашей иммунной системе очистить себя и дать нашим органам самоочиститься как раз за счет процесса аутофагии. Для относительно здорового человека, ну, скажем так, у кого не очень серьезные проблемы со здоровьем, интервальное голодание 6-18 – это простой и надежный способ запустить аутофагию на должном уровне. Но не во всех частях организма, не во всех органах этот процесс идет одинаково. Для каких-то органов процесс голодания должен быть больше, то есть от 2-3-4 суток, например, для поджелудочной железы. Кстати, старые врачи прекрасно знали, что спасти человека, у кого приступ поджелудочной железы, острый панкреатит и тому подобное, необходим голод. Ничего есть нельзя. Это единственная возможность спасти человека. Все правильно. На любую пищу у поджелудочной железы молниеносная реакция. Нужно выработать ферменты – амилазу, липазу, трепсин. Для переваривания попавшей в организм пищи. И потому только при голоде, когда не вырабатываются эти ферменты, поджелудочная железа может, что называется, латать саму себя. Итак, голод запускает аутофагию. Для кого-то будет вполне хорошо есть только один раз в день. Например, утром, но не сразу после пробуждения, а часов в 10, в 11, в 12. И следующий прием пищи – в это же время. Но эта пища должна быть довольно-таки калорийна, богатая жирами. В общем, все то, о чем я говорил в последних своих 5-6 и даже более лекциях, не ленитесь смотреть мои видео. Они все очень важны. И вопросы, которые я там освещаю, они всесторонние. И все друг с другом связаны. Если ваша поджелудочная железа и печень здоровые, ну и ЖКТ более-менее в порядке, то процесс голода и активации ферментов дают возможность аутофагии идти в лучшей степени. Вы спросите, ну а как же длительные голодания? Их очень много разновидностей. 21 день, 30 на воде, на соках и на травах. Так вот, я вам скажу так. Голодание длительное, вещь полезная. Но только если нет в организме паразитов. Дорогие друзья, не совершайте ошибок, очень серьезных, плачевных. Посмотрите мое видео «Очищение и голодание». И вы будете все знать об этом. Более того, там еще сказано о том, когда вот люди слабой волей, духом, характером, понимают, что у них излишняя масса тела, надо похудеть. И голодание им не лишнее. Но вот они не могут бросить тягу к еде. Так вот, я там рассказываю о механизме, который поможет вам забыть о чувстве голода. Посмотрите это видео в том числе и по этой причине. При голодании около 20-24 часов, то есть суток, уже запускается процесс вот этого эндогенного питания. То есть, в первую очередь, за счет запасов гликогена в организме, это концентрированный животный крахмал, который образуется из-за поступающего в организме сахара, глюкозы. Ну, а во вторую очередь, из жиров. Поэтому запас гликогена, как правило, кончается за 18-24 часа, а дальше начинают расщепляться жиры. Поэтому действительно голодание это хороший способ в том числе сбросить массу тела. Но только надо помнить, чтобы впоследствии вы не ели больше калорий, чем должен организм тратить в этот день. С третьего дня, как правило, во всех клетках, тканях организма начинается процесс аутолизоактивной, то есть аутофагии. Помимо того, что аутофагия дает процесс обновления клеток, причем обновления без ошибок, и она еще дает организму питательные вещества, потому что те поврежденные белки, клетки, которые разлагаются, перевариваются, самоперевариваются, да, за счет как раз аутолиза, они разлагаются на питательные вещества, часть которых организм может усваивать повторно. Ну, а часть видит токсинов, ядов, уже выводятся из организма главным способом по лимфатической системе. То есть начиная от межклеточного пространства и заканчивая лимфатическими протоками и сосудами, например, впадающими в складки, между складок толстого кишечника. Обязательно посмотрите вот эту мою лекцию про лимфатическую систему, по сути, канализацию нашего организма. Ведь у лимфатической системы нет своего сердца, и качается она, если можно так выразиться, благодаря сокращению наших мышц, всех групп мышц организма. Поэтому очень важно быть активным физически человеком, трудиться, имея упражнения, по сути, на все группы мышц. Только тогда идёт максимально полная очистка организмов. Именно поэтому у спортсменов, многие из которых совершенно неправильно питаются, пока они занимаются активным напряжённым физическим трудом, они и выглядят более-менее нормально, и у них процесс очищения организма идёт хорошо. Именно по этой причине они и выглядят нормально, что яды и токсины выходят в лучшей степени и быстрее, чем у любых других людей, кто ест то же самое, но физически трудится гораздо меньше. Плюс к тому, при физическом активном труде вырабатывается гормон роста в большем количестве, который, конечно же, приводит в том числе к временной приостановке старения. Идеальный вариант для активации процесса аутофагии это переход на кетопитание. Посмотрите вот это моё видео непременно, чтобы не сделать тоже ошибок. Это обязательные тренировки, хорошая физическая активность. Это интервальное голодание, плюс иногда длительное голодание, естественно, после прохождения антипаразитарной программы. Это потребление дополнительного количества цинка, витамина Д3, витамина К2. Что же мешает процессу аутофагии? В первую очередь, это сахар. Это глюкоза. Во вторую очередь, излишнее количество белка, высокомолекулярных, сложных белков, которые человек с пищей в себя поставляет. Ну, конечно, это в первую очередь животного происхождения белки. В третью очередь, это кортизол, гормон стресса. Поэтому стресс враг аутофагии. Все эти три важных фактора просто блокируют процесс аутофагии и аутолиза. Зависит аутофагия и от потребления калорий. Чем более калорийная ваша пища, тем меньше, хуже идёт процесс аутофагии. Возраст, как показатель накопления проблем с временем, тоже ухудшает аутофагию. То есть, чем старше человек, тем хуже аутофагия идёт. И тем больше факторов, о которых я сказал ему, этому человеку нужно соблюдать. Также многие болезни ухудшают процесс аутофагии. В первую очередь, это сахарный диабет, разумеется. Это проблема с поджелудочной железой, с печенью. Наличие у человека преддиабетозного состояния, то есть инсулинорезистентности, также ухудшает этот процесс, сводит его практически к нулю. Поэтому исключайте из своего питания сахара. Ну и что же вообще даёт процесс аутофагии нам? В первую очередь, омоложение. Этот процесс отодвигает процесс старения организма. Аутофагия нам даёт хорошую память, чистую кожу, стройность, долголетие и отсутствие болезней. Благодаря аутофагии погибают многие вирусы и бактерии, потому что иммунная система крепче. А вообще процесс аутофагии работает так. Фагосомы есть такие, это клеточные вакуоли. Они захватывают повреждённые белки и перетаскивают их к лизосомам. Это такие тоже органеллы каждой нашей клетки, где есть пищеварительные ферменты, благодаря которым происходит переваривание повреждённых белков и других фрагментов клеток, органелл и других сложных компонентов. Далее, как я уже говорил, часть питательных веществ, высвободившихся в процессе переваривания лизосомами повреждённых, скажем, белков отправляются на нужды нашего организма, а часть выводятся, самые токсичные элементы, через лимфатическую систему вовне организма. Вот ещё, что важно сказать. Помимо фагоцитов, есть ещё и белки теплового шока. Эти белки специфические тогда начинают синтезироваться, когда идёт аномальный нагрев тела. Скажем, не 36,6, а 38,39,40. Кстати, в этой связи бани, сауны очень даже хороши. Ну, при отсутствии противопоказаний к ним, безусловно. То есть, эти белки активируются при нагреве нашего организма. Они делают то же самое, что и фагоциты, то есть, доставляют повреждённые белки в наши лизосомы для лизирования, то есть, растворения. Ну, а третий вариант активации аутофагии это растение маринго-алиэфера. Произрастает оно в Индии, и её экстракты можно достать. Так вот, экстракты этого растения содержат ферменты, которые позволяют сжигать жир. Эти ферменты активируют организм для лечения инсулинорезистентности, то есть, всем, у кого повышенный сахар, стоит принимать этот экстракт. И главное, эти ферменты, находящиеся в этом растении, стимулируют процесс аутофагии. Таким образом, даже в самых сложных запущенных ситуациях с организмом, применяя эти все меры, то есть, физическую активность, занятие спорта или труда на земле, применение этого экстракта растения, применение интервального питания голодания 6-18, хотя бы, длительных периодических голоданий, устранение из рациона питания быстрых сахаров, то есть, глюкозы, в первую очередь, будет стимулироваться и идти активный процесс аутофагии, то есть, самоочищение организма, самообновление и его омоложение. Я очень советую, особенно тем людям, у кого уже имеются те или иные проблемы, особенно с ЖКТ, посмотреть мою лекцию «Синдром раздраженного кишечника», имейте в виду про те бактерии и ВИТО, о которых я там рассказываю, и факторах, которые приводят к проблемам с кишечником. Применяйте, дорогие друзья, дегидрокварцетин Т8-экстра, обязательно, биокедр. Если вы будете переходить на кето-питание, используйте обязательно Т8-экза. Прочтите про эти четыре препарата у меня на сайте надгар.ру подробное описание, чтобы вы понимали, что, зачем и почему, для чего они необходимы, эти вещества, почему в природе сейчас, в той тем более пище, которую мы едим, их очень мало. Кстати, в этом нет ничего удивительного. Посмотрите мое видео «Лес и почва», и тогда вы поймете, ну хотя бы по минералам, от чего такая сейчас самая большая беда современности, о которой практически никто не говорит. Это тотальный дефицит в продуктах питания, даже в органических биопродуктах, микроэлементов. Ну и в завершение хочу посоветовать вам посмотреть следующие мои видео про память, про холодные ноги, про красные точки на коже, про обвисшую кожу и целлюлит, у кого он есть. Впрочем, все, о чем я сейчас говорил, будет по ссылочкам под этим видео. Для этого нажмите под этим видео в Ютубе слово «Еще». Откроются ссылочки, переходите по этим ссылочкам на видео и на товары, о которых я вам сейчас говорил. Ну, а на этом все. Если данное видео вам понравилось, было важным и нужным, то обязательно поддержите мой канал, ставьте лайк, ну и, конечно, подписывайтесь на мой канал, кто еще этого не делал, нажмите рядом на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и желаю всем хорошим, честным, порядочным людям, крепкого здоровья, здравомыслия. До новых встреч, увидимся, до свидания.